так сегодня мы с вами разберем как делать дополненную реальность для системы android через так называемый аркор от гугла у нас есть значит дима вот такая версия она загружили загрузилась у нас при создании шаблона арк мобайл через unity хаб то есть когда мы здесь создали новый проект мы выбрали в шаблонах вот alt template мы выбрали арк мобайл кор в двух словах расскажу как работает эта технология значит у нас есть компонент арсейшен и есть компонент xr original вот нам эти два компонента и надо будет значит арсейшен это у нас все скрипты которые как раз будут работать на распознавание этой технологии то есть это обязательный арсейшен и обязательно xr original здесь мы подключаем разные вот такие библиотеки значит нам не надо пока ничего кроме xr origin поэтому мы вот эти все элементы риму в нем риму риму в риму в риму в нам потребуется компонент который называется арх имидж менеджер арх имидж менеджер так ищем ищем ой не то так стоп родной как он да так почему нас так арх сейчас найдем сейчас найдем так вот он арт трекер имидж менеджер вот он распознавание по картинке здесь смотрите внимательно здесь у нас присутствует библиотека лайбрери где будут наши все картинки находиться это раз и к этому к этому арт трекер имидж менеджер нам надо еще подсобачить свой си шарп скрипт мы создадим здесь вот папочку создадим папочку фолдер май фолдер фолдер один так здесь в этой папочке мы будем с нас кидывать все наши заготовки и так нам потребуется для xr origin своя база данных где будут храниться все картинки раз и потребуется еще один скрипт который будет у нас обрабатывать эти картинки и сопоставлять каждую картинку с элементом который надо показывать на картинке пожалуйста тишину и так чтобы создать свою базу картинок надо нажать правую кнопочку мышки и выбрать create здесь выбрать xr и выбрать xr имидж лайбрери вот он референс имидж лайбрери и так вот это наша библиотека нажимаем на нашу библиотеку у нас здесь есть кнопочка от имидж здесь мы должны добавить нашу картинку который мы будем распознавать например возьмем картинку скажем скажем так картинку нам надо мы можем взять любую картинку с яндекса скажем допустим core код так вот картинку копируем к себе в папочку jpeg желательно мы эта метка у нас будет r1 возвращаемся сюда рабочий стол мы меточку переносим вот так мышкой сюда сначала потом наши библиотеки когда мы создали картинку мы картинку переносим вот сюда и можем указать размер размер тут метрах размер поэтому скажем 0 2 на 0 2 метра все и так в нашей базе пока одна картинка этого достаточно для демонстрации дальше переходим снова в xr origin и мы сюда должны подгрузить один скрипт скрипт создается следующим образом правой кнопки мышки create и c-sharp скрипт c-sharp скрипт мы будем делать с таким вот названием place target images копируем это название у всех будет этот файлик приотачен к видеоролику и создаем имя нашего скрипта именно такое же как имя этого файлика правой кнопкой ренеем и вставляем название этого скрипта после этого два раза нажмем на наш скрипт два раза нажимаем ничего не программируем мы будем просто удалять то что у нас есть выделили удалили откроем дальше наш вот этот файлик place tracker images скопируем все что в нем есть и и вставим в наш скрипт вот так вот можно еще кстати проанализировать наш код на предмет ошибок ну вот проблемы не найдены все замечательно нажимаем кнопочку сохранить и закрываем эту штуку итак у нас теперь есть c-sharp скрипт который мы должны приотачить вот сюда xr origin просто мы берем перетаскиваем его сюда вот и все после этого у нас появляется вот эта маленькая менюшка r prefab в этом арт префабе мы будем подкладывать свои свои так называемые метки вернее не метки а результат что мы должны показать на метке например создаем плюсиком новый префаб а здесь мы должны создать этот префаб то есть мы нажимаем правой кнопочкой нажимаем create выбираем префаб то есть префаб это такая как бы результат метки это коробочка в которой будет может храниться ваши видеоролики аудио то есть то что мы хотим показать на нашей картинке префаб должен называться точно так же как называется наша метка номер один поэтому мы также называем r1 enter два раза нажимаем на наш префаб и вот сюда мы уже можем положить допустим все что угодно правой кнопочкой вы можете добавить допустим 3d объект допустим кубик либо свою модельку давайте добавим свою модельку у нас где-то была моделька сейчас мы ее заберем заодно покажу как мы переносим модельки и так у нас есть моделька например нашего персонажа нажимаем на нашу модельку потом выбираем файл экспортировать формат fbx формате fbx мы выбираем папочку куда мы закидываем выделены объекты применить трансформацию экспортировать желательно все по-английски допустим r1 fbx будет у нас экспортировали здесь мы переносим мышкой наш r1 fbx вот сюда все и ставим r1 fbx вот на наш кубик скажем вот так вот где наш вот наш объект он чуть чуть не в том месте появился не страшно позиционируем его с нашим кубиком кубик как основа метка так у нас к сожалению мы должны сделать развернуть его так чтобы топ было сверху написано вот таким образом поворачиваем чтобы топ было написано вернее снизу дальше разворачиваем наш объект сначала вот так вот и потом вот так вот к нам лицом все проверяем что у нас находится на метке нашего кубика вращение можете вот тут просмотреть допустим 0 здесь минус 90 здесь тоже минус 90 все кубик можем удалить итак это наш префаб который как раз покажет нам нашу модельку вид сверху должен быть все замечательно возвращаемся из префаба заходим снова xr origin и вот сюда вот элемент r префаб мы как раз вот наш вот префаб префаб r1 называется мы его тащим мышкой вот сюда все теперь у нас понимает система что на r1 метку мы показываем r1 префаб на этом все после этого мы должны сделать настройку для нашей системы когда мы будем компилировать наш файлик для этого надо нажать файл build setting здесь мы удаляем сцену кнопочкой delete добавляем нашу сцену выбираем платформу android нажимаем применить платформу ждем пока применится наша платформа лопат делаем после этого надо сделать на несколько настроек плеер сеттинга вот здесь сейчас покажу так платформа применилась нажимаем плеер сеттинг здесь мы смотрим название компании название продукта меняем название компании скажем ну давайте айти куб напишем айти куб что-то еще у нас так айти куб а здесь название продукта ар ар аркет напишем здесь ниже спускаемся здесь выбираем систему android а за сеттинг нажимаем и выбираем смотрим чтобы у нас был график api только open gls 3 если стоит какой-то другой мы минусуем значок оставляем только этот пускаемся дальше вот тут вот мы должны после ком указать значит айти куб как у нас называется организация потом снова . и снова пишем аркад то что мы указали вот здесь вот айти куб и аркад обязательно проверяем что платформа 64 у нас для всех девайсов дальше спускаемся ниже 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 и так здесь у нас в общем все хорошо дальше мы выбираем так сворачиваем и идем в настройки xr плагин менеджер здесь у нас уже стоит google аркор это надо проверить чтобы у вас это все стояло замечательно все это стоит еще раз глянем что у нас players а за setting так у нас тут все хорошо все хорошо хорошо здесь выберем android ну скажем 9 хотя бы все на этом настройки закончены закрываем записываемся после этого нажимаем кнопочку сбилдить наше приложение указываем название нашего приложение аркад и нажимаем сохранить ждем пока наше приложение скомпилируется потом это приложение устанавливаем к себе на смартфон обязательно на нем должны быть google сервисы и обязательно не ниже android 9 и все запускаем наше приложение показываем приложению нашу метку r1 и на наши метки должен появиться вот такой вот енотик вот появится вот такой вот енотик так ждем пока скомпилируется компилируется принципе достаточно быстро вот это все как бы у нас работает без привязки к каким-то сторонним сервисом у нас как бы все в одном месте единственное что нам надо будет вставить вот этот си шарп код и обязательно обязательно название нашего скрипта си шарп скрипта вот этого файлика должно соответствовать названию вот этого файла с большой буквы place tracker images этот файлик будет приотачен к видеоролику так же как и метка и fbx и так почти все готово подключаем потом смартфон по проводу создаем папочку копируем этот apk файл наш смартфон и запускаем его первый раз он спросит предоставить разрешение разрешение предоставляем потом включается камера у смартфона вы находите метку и на этой метке показывается наш енотик так ну давайте дождемся компиляции также здесь есть несколько еще инструментов то есть есть распознавание не только картинка распознавание скажем лица можно делать свои маски распознавание плоскостей на эти плоскости можно ставить свои предметы тоже из базы потом при распознавании картинки мы можем prefab вот этот который мы создали prefab с в дути ком мы туда можно поставить допустим плоскость на эту плоскость мы можем присобачить видео плеер на видео плеер вывести видеоролик вывести допустим audio player вывести аудио можем показать картинки то есть можно при фабах создавать все что угодно и так у нас примерно 5 минут идет компиляция и будем уже пробовать устанавливать на смартфон еще раз напомню что смартфон должен быть с google сервисами и желательно на андроиде 9 или 10 а лучше на 11 чтобы там были свежие так называемые армамент и это тоже так почти пять минут прошло сейчас компиляция завершится когда компиляция завершается у вас открывается папочка с вашим а пока файликом и тестируем 438 осталось совсем немножко подождать и так к этому видеоролику я буду прикладывать вот этот файлик place tracker image то есть текст текст это скрипт который мы должны вставить напоминаю что название скрипта должно быть как название этого файла также будет метка r1 и r1 fbx 3d модель которая будет показываться на при наведении на эту метку так пять минут прошло по идее уже файлик должен был скомпилироваться подождем еще немножко чтобы точно узнать что файл скомпилироваться при создании вашего файла по обратите внимание что все проекты при создании вы должны хранить в пути где у вас только английские буквы unity project допустим папку здесь у вас тоже название ваших проектов только по английски никаких русских букв иначе у вас проект не из билдится просто пути которые будут подключать разные библиотеки будет стоять русские буквы а русский букв он не понимает поэтому только английские буквы так компилироваться уже дольше чем пять минут ну ладно подождем самое главное что не возникает никаких ошибок и не сбрасывается процесс компиляции итак мы на финишной прямой на финишной прямой почти все давай родной декомпилируйся чтобы у нас было все хорошо сцену не забываем сцену удаляем и добавляем нашу сцену это очень важно осталось буквально секунд наверно 15-20 и мы получим наш файлик аппекашный осталось буквально секунд наверно 15-20 и мы получим наш файлик аппекашный но Субтитры сделал DimaTorzok Лайн он явно не уместился. Хорошо. Ждем, чтобы понять, что у нас все скомпилировалось. Самое главное, он нам не выдает никаких ошибок пока. Это очень радует. О-о-о! Текущий процесс использовал все системные управления объектами диспетчера окон. То есть мы... Давайте закроем лишние окна и подождем. Но это предупреждение, это не ошибка была. Building Player уже у нас компилируется в Player. У нас открылся какой-то облачный сервис. Нам он в принципе не нужен. Так, давайте посмотрим, где у нас наш файлик. Unity Project. Так, в каком файлике у нас это все? Еще разочек. У нас... А, My Project. DimaTorzok My Project. Итак, у нас... DimaTorzok My Project. My Project. My Project. Вот. Итак, у нас APK-шка. R1. Где у нас? Нет, у нас проект назывался... Как у нас проект назывался? MyPr1. Вот. Ищем MyPr1. И вот наш APK-файл. Arcad.apk. Все удачно получилось. На этом все. Загружаем этот файл в смартфон и тестируем. Все удачно. Все удачно. Все удачно. Все удачно. Все удачно.